Добрый вечер! 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 подходящие места для этого. Работа со сродками массовой информации у Медея Просторы является одним из приоритетных направлений деятельности Белорусского Республиканского Союза Молоди. Зараз в интернете им реализуются широких поспеховых проектов, таких как Союз Сябрамик, Нигабай и иншая. Только особенно взятый Гомельский областный комитет БРСМ в социальной сети ВКонтакте представляют около 40 групп и больше 40 тысяч подписчиков. Интернет-проекты наши – это сайты, которые у нас каждый день развиваются, которые завоевывают престижную премию ТИБА, как, например, сайт Гомельской областной организации последний год завоевал эту престижную премию. Также это, несомненно, наши мобильные приложения, которые развиваются, добавляются туда новые обновления, они переходят на новые платформы. И также это, конечно, наши проекты, которые проходят в онлайн и в офлайн формате. Сайт Гомельского областного комитета БРСМ уже другий год за парт, трапляя у лекпера Можцов престижный штугодовый премий ТИБА. Летесью он занял другое место. Селета третье у номинации «Лепший сайт для детей и юнацтва». Подчас проведения форума, его организации «Створальницы» были уручены гоноровые дипломы. Даже и сам Гомельский областный комитет БРСМ с понятцем досягнутым не сбирается. Плануя и далее притягивать цикавыми проектами, як мага большую колькость интернет-корыстальников. И это очень удобный инструмент для того, чтобы работать с молодежью, общаться, узнавать, чем же живет сегодняшняя молодежь, информировать об интересных акциях, мероприятиях, о досугах, которые проводятся. Ну и если молодежь сегодня живет в интернете, скажем так, если это интересно, то, конечно же, мы должны сделать эту жизнь, жизнь в интернете интересной, насыщенной. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоакомпания «Гомель». Сегодня в Гомельском районе подвели выники республиканского взлету конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Масштабный форум все лета собрал 80 удельников из всех областей Беларуси, а так само гостей из Краснодара, которые представляли Россию. Какие уражения застанутся у юных инспекторов после завершения форума, и какая команда отримала заповедную перемогу, расскажет наш корреспондент Дмитрий Котау. Взлет юных инспекторов дорожного руху проходить уже в 44-й раз. Все лета юнаки и девчаты выявляли мощнейшего на территории санатория «Золотые пяски» Гомельского района. Сами удельники кажут, что это было не с поборництва, а худшийся Бровский форум, где они весело проводили час и заводили новые знакомства. И все разом удосканаливали свои веды в правилах дорожного руху. Статистика ДТЗ свечит, несчастные выпадки с уделом неполнолетних усе шастей отбываются по вине водителям. Сушастные школьники у большинства своей разумеют, как правильно поводить себе на дорозе. А удельники взлета юных инспекторов ориентуются в правилах «Не горш, чем дорослые автоматеры». Традиционно на организационном уровне очень высокий показали уровень хозяева и проведение конкурса. Все задуманное, выполнена вся программа, и в том числе и культурная для детей. Поэтому я уверен, что этот 44-й конкурс для всех участников запомнится в самых теплых, ярких тонах. Умовы конкурса включают не только теоретичные испыты для юных инспекторов дорожного руху. Им необходимо продемонстрировать творческие и спортивные сдольности, а так само навыки ваджения велосипеда. А кроме этого, проверили умение удельников взлету оказывать первую медицинскую допомогу. «Нам очень понравилось, было все очень интересно. Вчера у нас был как праздник, у нас все закончились конкурсы, нам понравились очень развлечения, нам понравились фаер-шоу, что нам устроили. А сам конкурс был... Мы нашли здесь новых друзей, новых знакомых, мы все подружились. Конечно, мы соперники, но мы друзья». «Впечатления от слета хорошие и конкурс, конечно, очень тяжелый, но понравилось тем, что мы можем провести всей своей командой определенное время вместе и подружиться с кем-то новым и увидеться со старыми знакомыми». Умение працевать у команде, все робить зладжено и во всем один одного подтримливать. Такие головные критерии поспеху для себя вызначили школьники из команды города Минска, которые в вынеку и стали переможцами взлету конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Другое место у команды из Брестской области, третье поделили школьники из Могилевской и Гомельской областей. Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». У понеделок 30 мая у Гомельской области пройдут урочистые мероприемства и промеркованные до закончения научального года. А позже звонок прозвенит для 145 тысяч наученцев больше, как 500 школ региона. А больше, как для 8,5 тысяч наученцев, юн станет символом завершения важного этапа у житии – закончения школы. 10 червеня для их пройдуть выпускные вечары. Как поведомили во Управлении внутренних справ Гомельского облаканкама, у дни проведения опошник звонков и выпускных, для захований громадского аппарата и безопасности, милиция будет переведена на усмотренный вариант несения службы. А кроме этого, у регионе будет обмежеванный продаж алкогольных напоев. У особных районов Гомельской области снует верогодность, что урочистые линейки у понеделок пройдут под дождем. Подаденных областного гидрометцентра у ночи на 30 мая на большей части территории, а у день месяцами пройдут короткочасовые дожды, махчимы на вальнице. Температура по ветру складе – 11-16 градусов у ночи и от 23 до 28 в день. На выходных на двор я таксама будзе теплым и дождливым. У субботу чекается до 15 градусов тепла у ночи и до 26 в день. У неделю по ветру прогреется до плюс 27. 33 фотоработы – одна история. У Центральной городской библиотецы Мягерцена представили выставу под назвой «Бела, як снег, як кровь румяна». У основе фотопроекта оригинальная детячая каска про белоснежку. При этом каждый фотосдымок представляет певный сюжетный момент. Аутром выставы з'является гомельский фотограф Олена Коцур-Катяк. Роли героев каски примерили на себе ведущие актеры Гомельского областного драматичного театра. Для створения каждого фото притягивались профессионные костюмеры, оформители и иншие специалисты. С дымки вялись у Гомелии Минску. Дарыч и опошни были сделаны литерально на передаче дня открытия выставы. Наведать ее можно до 12 червеня, причем бесплатно. Меня спрашивали, есть ли у меня какой-то стиль. И вот я долго над этим думала, что, наверное, для меня сейчас важнее всего это какая-то история. Чтобы было шаг за шагом, что-то сюжетное. И я стараюсь, не люблю фотографии такие одиночные. Я всегда, если и выкладываю фотографии, то это серия. Потому что, мне кажется, одиночная фотография мало что отражает. И вот как раз таки вот эта вот серийность, это то, что мне очень нравится, то, что мне хочется. Гэты и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Мы с учим с развитием подеев Гомелей в области. Заставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!